всем привет дорогие друзья сегодня хочу вам показать какую фурнитуру я покупала на сайте aliexpress много интересного и по моему с понедельника начинается распродажа не знаю сколько она продлится но не на весь товар я обратила внимание что какие-то товары будут со скидкой ну а какие-то нет и хочу сразу ответить на один вопрос в комментариях у меня спрашивали отслеживание посылок как я их отслеживаю так как я зарегистрирована на почте россии у меня они всегда отслеживаются но когда жила вообще в москве проблем не было с доставкой все вовремя приходило проблем посылки никогда у меня не пропадали сейчас я в другом городе живу поэтому сюда почему-то стали задерживаться и когда еще поставщик уже отправляет посылку мне приходит уведомление сайт aliexpress там тоже я переписывают есть сообщение где можно переписываться с поставщиками приходит уведомление что посылку он отправил и бывает такое когда их объединяют все вместе когда заказываем в одно время в один день например и потом уже пишется что ваши посылки объеди объединяются в одну и пишут сколько грамм уже большой посылки и поэтому у меня никогда проблем не было с доставкой ну и давайте посмотрим что я выбрала для вас сегодня покажу наверно сразу и уберу вот эти пакетики сейчас открою здесь 20 штук я их выбрала для сережек именно такие черного цвета красивые размеры были много разных вариантов 6 сантиметров на 10 но имейте ввиду 10 сантиметров от самого верха вот закрывается на вот этом расстоянии и здесь уже 7 сантиметров я брала такие пакетики как подарочные положить сережки и что хорошо здесь видно их здесь вот видно вам передняя сторона прозрачная и здесь мы видно будет серьги были черного цвета белого по моему и розово еще было знаете вот эта фольга но вот она изнутри только и видно цветная обратите внимание ну и размеры можете для себя уже подобрать какой вам нужен я именно для таких сережек на и длинненькие здесь и здесь две пары под помещается внутри 5 сантиметров именно вот от этих мест где он открывается хорошие пакетики недорогие и симпатичные можно и конечно посветлее взять беленький почему я в черные купила не знаю понравились хорошее качество прям прочные следующее это вот такие бусинки бусинки красивые я давно на них смотрела потому что они недешево стоят это нержавеющая сталь вот такие квадратные и толщина у них два миллиметра с двух сторон прокрашены и цвет такой знаете не темное золото как будто она уже стала античным состарилась цвет красивый и в серебряном цвете были это у меня такой 8 миллиметров на 8 и были по моему и 6 и 4 миллиметра и в серебряном цвете думаю посмотрю что это такое есть у меня бусинки 8 миллиметров квадратные и хотела посмотреть вот с бусинками как они будут смотреться сейчас я возьму бусинки такие квадратные бусинки когда-то покупала и уже их делала в украшении и хочу вот именно золотой фурнитурой сделать еще украшение мне кажется неплохо да можно гематит купить он у меня есть гематит но вот хотелось таких красивых бусин посмотреть конечно это не дешево не знаю 10 штук всего лишь но осмотрится посмотрите как здорово они толстенькие хотя можно наверное гематит найти гематит в основном 1 миллиметр они тоненькие у меня есть но эти такие красивые толстенькие понравились да хотелось бы конечно и всех размеров но может быть когда-то и куплю бусинки красивые хорошие так еще вот такой кабошончик встретила и сразу влюбилась сразу причем надо брать 4 сантиметра на 3 так как у меня много кабошонов я уже вам показывала это все а приходит кабошоны в основном побольше почему-то и не становятся а вот такие вот сеттинги у меня лежат без дела поэтому хочется с ними сделать вот такую подвеску и представляете как он хорошо подошел по размеру я точно не знаю что это за камень возможно что-то прессованное но похоже на гавлит а там бог его знает что внутри отполирован красиво и ровненький красивый я еще такой заказала очень понравился так как у меня много таких бирюзовых бусин ну и неплохо смотрится с медной фурнитурой здесь как видите прожил очки такие рыжие можно подобрать бусинки но красота и так прям идеально подошел вот приклеивай и делай украшение есть у меня разные другие сеттинги но красиво смотрится мне нравится еще такой заказала кому нужен такой рекомендую прям от души и посмотрим вот такие подвесочки вот такое вот изображение лицо это нержавеющая сталь тоненькие и понравилось что они двухсторонние золото вот такое вот как и по моему вот эти бусинки подходит нержавеющая сталь немного в таком цвете античном двухсторонние неплохие все проработано прорисовано вот петелька видно вам да вот она можно и серьги можно и подвесочку сделать пять штук в комплекте такие красивенькие и по моему были в серебряном цвете такие подвесочки можно и приклеить думала я на кабошон приклеить например да сзади вот нужно эпоксидка будет красивым и можно не в это отверстие например прикрыть приклеить вот так вот а подвесить вот сюда вот так вот сделать бы например можно и так носить украшение перевернется будет вот такая красота хорошего качества и размер у них не маленький 4 сантиметра ну и здесь давайте по выступающим 28 миллиметров понравились не такие подвесочки тоненькие но они не гнутся если конечно взять инструмент и поломать только можно а так хорошее качество я решила купить одну пару посмотреть что это такое потому что на этой странице было много много разных форм вот таких вот интересных швенц думала будут ну простые какие-то тоненькие и покрытие другое будет а пришли совсем другого качества я не ожидала что они будут такие красивые как видите здесь вот сколько петелек 3 и они не тонкие вот так смотрятся и вот так вот открываются и главное что работают хорошо и щелкают прочно открываются закрываются может быть мне такие попались качественные и мне понравилась эта форма здесь можно подвесить вот так вот бусинки но убывание впереди и будет видно три бусинки или цепочки кто как любит и качество мне понравилось здесь конечно на тоненькую мочку ухо толстые не подойдут и здесь расстояние имейте ввиду примерно 8 миллиметров чтобы помещались ушки были в серебряном цвете каждая пара идет в золотом и в серебряном цвете конечно я еще такие купила и в серебряном и в золотом цвете вот хочу попробовать сделать интересные серьги очень красивые не ожидала честно не ожидала что будет будет такое качество еще вот такие вот купила серьги интересные гвоздики вот встретила этот магазин у него вот большой выбор вот таких это не ржавеющая сталь вот такой вот рисунок личико и они как видите разные взяла в серебряном цвете и я не обратила внимание там есть выбор металла золотой серебро розовая по музел это тоже было написано но и черная по моему тоже вот если интересно посмотрите так все четко проработано все вот эти вот линии ну наверное это лазером вырезают такая красота и у гвоздик не шатается не двигается уже видите заглушками маленькие малюсенькие кто любит такие гвоздики вот самый раз и я уже подумала если взять такую пару как видите они друг на друга смотрят личики взять еще такую пару и можно наверное вторую такую серьгу здесь можно даже подвесить что-то если конечно захочется маленькое колечко подсоединить вот сюда и если бусинку цепочку но такие интересные а формы там разные посмотрите если вас заинтересовало и вот такие птички малюсенькие но красотулечки и в золотом цвете есть я вот не обратила внимание выписала а ждала золотой цвет а когда раскрыла у меня серебро посмотрела до серебряном цвете купила тоже все проработано все четко нарисовано все линии видно и глазик и клювик но красота просто такие милые милашки птички и бабочки были красивые да они маленькие но кто-то может быть любит такие малышки даже для девочки в подарок подарить золотые еще хочу такие выписать очень понравились а еще очень интересный кулон это магазин юля смотрите какой красивый на этой странице много-много разных кулонов можно выбрать какой вам нравится и все красивые здесь вот такие вот фианиты крупные может быть это и стеклянные но они сверкают красиво но он кулончик секретиком как видите две петельки обратили внимание сейчас покажу этот секретик увидела этот кулон но там на картинке нету продавца как можно его раскрыть оказывается его можно вот так раскрыть он еще и трансформер если сделать подвесочку здесь магнитики вот они магнитики которыми соединяется раз и все и вот такие вот сердечки можно сделать коротенькое украшение если можно если нужно немного раздвинуть увеличить но он еще и вот так заворачивается это подвесочка вот так заворачивается можно и вот так вот сделать украшение Но он заворачивается, видите, как делается. Ну, красота. Здесь четыре цвета разных, как видите. Можно несколько разных бусин подобрать по цвету и сделать тоненькое такое, коротенькое украшение. Вот такая вот конструкция интересная. Понравился кулончик, миленький такой. Еще купила вот такую цепочку. А цепочка алюминиевая. Где конец? Вот такой вот. Не знаю, сколько здесь звено одно. Ну, примерно 9 миллиметров. 8-9 миллиметров. Алюминиевая цепочка, как я сказала, очень легкая. Раньше, когда еще я начинала, не было никаких нержавеющих цепочек, непозолоченных. Я пользовалась и покупала много таких алюминиевых цепочек. У меня их и до сих пор лежат. И качество хорошее. Вот это покрытие, стойкое у этих цепочек, долго держится. И даже у меня где-то цепочка осталась из 80-х. Вот смотрите, легко открыть можно. И потом куда-то использовать как соединительное звено. Она вот с таким рисунком, с полосочками. И поэтому не будет видно от плоскогубцев никаких изъян. Хорошее качество. Здесь метр. Но она легкая. Знаете, да? Что алюминиевые цепочки легкие. И в основном я делала браслеты. Измеряем здесь. Делаем карабинчик. И потом на эти звенья можно подвесить много-много разных бусин цветных. Например, какие у меня остались. И будет браслетик такой яркий и летний. Можно даже и, конечно, и в украшение где-то поставить. Но потом надо будет, конечно, чтобы ее утяжелить, какие-то подвесочки. Ну или половинку где-то в украшение. Подвесочки обязательно нужны, так как она очень легкая. Если будет с другой стороны бусины, с одной стороны цепочка, будет перевешивать. Надо ее обязательно противовес делать, чтобы она оттягивалась. Так как она легкая. Я уже повторяюсь. Хорошее качество и размер хороший для браслетика в самый раз. И покрытие стойкое. Вот летом носить такие браслетики будет покрытие держаться долго, я думаю. Бусинки еще вот такие купила. Напоминает мне, что юла напоминает форма юла. Такие бусинки были и в золотом цвете, и, по-моему, в серебряном. Я выбрала для себя, вот как видите, здесь немного есть как патина. Краской, наверное, покрывается. И вот это вот потом шлифуется. И краска вот в этих отверстиях остается. Такая зеленоватая красочка. Как патина. С патиной похоже, да? Красивая форма. Они очень тяжелые. Имеют вес. Здесь в комплекте 20 штук. И бусинка одна 8 на 6 миллиметров. Понравились. Хорошее качество. Очень красивые. И были такие и в серебряном цвете, и в золотом тоже были. Но это, как видите, тоже золотой цвет. Но с патиной. Еще купила вот такие концевики, колпачки. 10 штук в упаковке. Но это не позолоченные. Это, по-моему, латунь. Вот с такой обработкой лазерной. Красивый рисунок. Мне кажется, полосочки как наискосок идут. Сейчас я возьму бусинку. Ну, я думаю, можно и вот с такой капелькой поставить в сережки. Да, можно. И, я думаю, еще можно и круглые, наверное, бусинки. Тоже неплохо смотрится. Ну, я не знаю, как они потемнеют, не потемнеют. Но можно и покрыть лаком в один слой. Неплохие концевики. Можно и вот так сделать. Но здесь отверстие большое у меня проходит. Пин с шариком. Неплохо смотрится. Вот это вот сверкание. Так как они не гладкие. Вот с такой лазерной обработкой. И они вот так сверкают. Неплохие, неплохие. 10 штук в комплекте. Бейлы. Это я покупала позолоченные. По-моему, 18 карат было написано. Сейчас я покажу. Я какой-то раскрыла бейл. И здесь, как видите, штырек только с одной стороны. Здесь листик просто прямой. Я думаю, будет держать, если вставить какой-то камень не толстый. И зажать. И будет держаться. Раскрыла я с трудом. Только инструментом, конечно. Здесь и бейл уже подсоединен. Листик хорошо проработан. И вот так раскрывается. Сейчас дойду до подвески. И вставим, посмотрим, как будет смотреться. 10 штук в комплекте. Ну и, конечно, были и платиновый цвет, и розовый цвет. Неплохие. 10 штук в комплекте. Цвет красивый. Золотой. Еще вот такие бейлы купила. Это, по-моему, магазин Юлия. Лиджуя. Вот эта часть красивая, где мы проводим тросик. Красивая. Или мэмори проволоку можно здесь провести. В серебряном цвете. Они поштучно продаются. Здесь усыпано все стразами. Мелкими-мелкими. Поэтому сверкает так красиво. Где-то в украшение поставить. Ну и здесь вот такой вот простой-простой зажимчик. С двумя штырьками. Здесь можно тоже поставить небольшой камушек. Не толстый, потоньше что-нибудь. Вот такие симпатичные бейлики. Хорошенькие. Хорошее качество. Нет никаких претензий. Понравились. Два сразу купила. Думаю, пригодится. Так как в серебряном цвете трудно найти что-то интересное. И вот такую вот еще стрекозу купила. Это уже магазин жуков. Я показывала вам в такой бронзовом цвете. И очень захотелось мне и в золотом сделать что-то к лету с золотой фурнитурой. Я думаю, покрытие это будет стойкой. Не будет темнеть. Но это я так думаю. А как на самом деле покажет. Посмотрим. Сделать что-то интересное. С какими-нибудь летними бусинками. Что-то хочется придумать с этой стрекозой. Здесь такое кольцо большое. Здесь надо еще подумать, как его прикрепить. Чтобы оно не двигалось. Красивая стрекоза. Да, я покупала только бронзовый 55 миллиметров на 45. Бронзовые у меня уже были. Красивая золотая. Очень красивая. А еще я купила вот такие бусинки на одной странице. Вот я заказала 4 разных варианта. И дело в том, что когда вы покупаете эту бусинку, уже ее нет в наличии. Они, наверное, в единственном экземпляре. Поэтому там появляются всегда новые бусинки. И я сейчас еще заказала зеленого. Прям зеленого цвета. Я не знаю, натуральный ли это камень. Может быть стекло. И бусины дзи там есть красивые. Тоже вот такие большие. Длинные. Так, это у меня 4 сантиметра. Ну и это 4. Как видите, здесь потоньше. Это потолще. И вот с одной стороны желтенькая. С этой зелененькая. Также и здесь у меня такое пятнышко зеленое. Что-то подобное я вот покупала уже. Вот такой кабошончик. Так, а где-где? Вот цвет. По-моему, он сюда не подошел. А, нет, подошел. Я просто для этого кулона, то есть для этого кабошона, купила другой в золотом цвете. И покажу вам потом его, как придет. И у меня есть подобные бусинки. Желтые, зеленые. Хочу сделать несколько украшений. Ну, а из этих можно и впереди поставить одну. Или даже вот так по бокам поставить две разных бусинки. Они хорошо подходят друг к другу. И длина. И сделать можно асимметрию. Красивые вот эти бусинки. Прям понравились. И вот такая синяя. Тоже не знаю, что это такое. В описании у него нет никакого, что это камень или не камень. Здесь такое вкрапление белое. Не знаю. Ну, скорее всего, что-то тонированное. Но цвет понравился. Такой приятный цвет. Синий-голубой. Здесь уже бусинка поменьше. 3 сантиметра. Ну, и вот такая маленькая. Примерно 25 миллиметров. Ну, вот эта бусинка с разводами такими. Как будто здесь добавили оранжевый цвет. Затонировали стекло. Скорее всего. И такие бусинки. И отверстие здесь. Посмотрите, какое крупное. В этой бусинке. Здесь и то меньше. И на этой страничке можно подобрать, если вам нравится, какой-нибудь камушек красивый. Тоже подвесочки. Так, это один магазин. Вот такие капельки. Аметистовые. Граненые. Но на картинке, конечно, они были яркие, красивые. А в итоге пришли вот такие вот. Не очень яркие. Здесь вообще внутри такое облако коричневое. Хотелось бы, конечно, поярче что-то. Думала, будут одинаковые. Сделать сережечки. Ну, я думаю, ничего страшного, что здесь больше внутри таких включений. Видно, что это натуральный аметист. И огранка такая ромбовидная, как видите. И для сережек хорошо, я думаю, сделаю. Ну, вот здесь. Хотя можно вот такой вот брелик поставить. А вот это убрать. Вот здесь отверстие маленькое и не проходит вот этот штыречек. Да, а здесь прошло. Ну, это по желанию. Можно, конечно, отверстие увеличить. Кстати, я заказала себе дрель. Наконец-таки я созрела. Хочу иметь дрель хорошую, чтобы где-то можно было просверлить отверстие или нет окон на камне, еще где-нибудь в металле, на подвесках. И вот, как видите, здесь зажимается вот эта часть. И будет такая подвеска. Если в серьги, можно, я думаю, вот эту снять и к швенце сразу подсоединить. И будут такие симпатичные сережечки с капельками. На этой странице есть не только такой размер. Это 18 на 13 размер. И были побольше капельки такие. И можно купить не только две, а от одной, две, три и пять, по-моему, штук. Ну, кто уже покупал, наверное, знают. И вот такие вот капельки уже побольше. Здесь 25 миллиметров на 18. Это камень Апатит. Я посмотрела, что уже в наличии его нету. Но на этой странице большой выбор. Да, кстати, я показывала или нет. Я еще другие покупала. Лабрадорит, по-моему, неплохого качества такие. Так как у меня есть Апатит, но найти я его не могу, к сожалению. Куда-то он провалился. После переезда найти не могу эти камни. У меня была ниточка красивая Апатита. Но буду искать дальше. Именно к этим камням я и покупала эти подвесочки. Сделать пару сережек и какой-то камень делать на подвесочку. Красивый цвет. Ну, неплохое качество. Нет таких темных вкраплений. Более-менее голубенькие. Красивые. Вот такой сегодня интересный был обзор, по моему мнению. Как вы думаете? Пишите, что понравилось. Будем общаться. Все ссылки я оставляю под видео. Смотрите, выбирайте. Ставьте лайки. Мне будет очень приятно, когда вы ставите и мы вдохновляемся вашими лайками, вашими комментариями. Всем огромное спасибо. Удачи в покупках. Ну, а я с вами не прощаюсь. До скорых встреч.